В преддверии любого поклонения мы должны узнать об этом поклонении, для того чтобы, когда мы будем совершать то или иной поступок, то или иное поклонение, чтобы мы это делали осознанно. Это в отношении любого поклонения, то есть если речь идёт про намаз, про хач, то есть перед тем, как совершить хач или совершить намаз, человек должен узнать, а что это, почему я это должен делать, и какая награда меня ждёт, если я это сделаю, а что будет со мной, если этого делать я не буду. То есть человек должен подходить к любому вопросу осознанно, не просто вот увидел все делать, я тоже начал делать, а почему они делать, я не знаю. К сожалению, некоторые, особенно те, которые родились в исламе, увидели, что их родители молятся, родители постятся в Рамадане, видят, что родители садаха дают и так далее, и так далее. Многие из них просто по инерции, да, как традиции, следуют за ними и не осознают, и не понимают, а зачем всё это. Поэтому в преддверии любого поклонения, любого поклонения, без исключения, мы должны узнать об этом поклонении полностью подробно. И, в частности, мы сейчас находимся в преддверии такого великого поклонения, как ураза, да, пост, месяц Рамадан. И просим Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, дал нам возможность увидеть месяц Рамадан. Дай Аллах, чтобы Аллах Всевышний дал нам возможность, и Тауфих, содействие своего, встретить этот Рамадан во благе и во здравии и дай Аллах провести его самым наилучшим образом, поклоняясь Аллаху Субханаху Ва Та'Аля, найдя прощение у Аллаха Всевышнего Аллаха и дай Аллах, чтобы Аллах Всевышний нас всех сделал после Рамадана освобождёнными от адского огня и вёл в райские сады нас и наших родителей, наших родственников. В преддверии Рамадана, так же, как и в преддверии любого поклонения, мы должны изучать почему. Потому что пророк Мухаммад, Салаллаху Алейхи Ва Салям, сказал Требовать знания, получать знания является фарт. Фарт, наверное, слово слышали, да? То есть это обязанность. Да, обязанности бывают разные. Бывает фарт кифая, говорят, да? Фарт айн, говорят. Фарт кифая, кто-то в обществе какие-то вопросы должен знать. Муфти, хазрат, имам, калды, судья. Он должен разбираться в подробностях тех или иных вопросах. Например, вопросах взаимоотношений, семейных вопросов и так далее. Вопросах наследства. Но есть также вопросы фарт айн. Для нас знать. Фарт айн, то есть индивидуальный обязанность каждого из нас. Каждый из нас должен это знать. И если он не узнал, то он в грехе. Почему? Потому что раз он не знает, он не будет его выполнять. А если будет выполнять, он его будет выполнять неправильно. Соответственно, Аллах все еще его не будет принимать. Поэтому, находясь в преддверии месяца Рамадан, вот этого великого поклонения, как пост, ураза, месяц Рамадан, а он один из столпов ислама, это не просто фарт, да? Это один из величайших столпов ислама. Мы должны встретить этот месяц подготовленными. То есть мы должны, обязаны узнать. Почему? Потому что индивидуально каждый из нас, тот, который себя считает мусульманином, тот, который сказал «Ля Иляха, Илла Аллах, Мухаммаду Расулу Аллах», мы должны будем соблюдать, выполнять то, что Аллах Всевышний нам предписал в этот месяц. А для этого мы должны узнать, что мы должны делать. Как мы должны это делать? Чтобы оно было принятым. Поэтому не случайно пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, каждое утро, каждое утро, будучи пророком, да, он обращался к Аллаху с такими мольбами. Аллахумма инни ассалюка альман нафиан. О, Аллах, прошу у тебя полезные знания. Обратите внимание, с чего он начинает. О, Аллах, прошу у тебя полезные знания. Потом что? Уамалян тайибан. Аллахумма инни ассалюка альман нафиан ва рискан тайибан. И говорит, благой удел. Уамалян мута каббалян и принятые дела. Благой удел будет лишь тогда, когда у человека есть полезные знания. У человека дела будут приняты только тогда, когда у него есть полезные знания. Поэтому он начал именно со знания. Поэтому и мы должны перед своими словами, перед своими любыми поступками начинать со знаний. Хорошо, что нам нужно знать? В преддверии месяца Рамадан, в преддверии вот этого поста одного из толпов ислама, в первую очередь мы должны осознавать, что это повеление Всевышнего Аллаха, нашего Создателя. Тот, который нас создал, тот, который нам дал жизнь, даровал нам жизнь и даровал все, что нас окружает. Он тот, который нам повелевает, обращаясь к нам с именем имана. Он обращается к верующим. Тот, кто действительно говорит, что он верующий, тот, кто себе в грудь бьет и говорит, я верю, вот обращение к нам. Обращение к нам. Аллах Всевышний говорит, Вам предписан пост. То есть это предписание. То есть стал обязательным. Стал обязательным. А далее Аллах Субханаху ва Тааля в последующих аятах, это сурата Бакара, говорит, Тот, кто стал свидетелем, тот, который застал этот месяц, пусть постится. И здесь пусть это повелительное наклонение. То есть обязан поститься. И это повеление Всевышнего Аллаха. Поэтому, когда мы будем, иншаллах, поститься в месяц Рамадан, вот этот момент в первую очередь мы должны осознавать, что мы тем самым выполняем приказ Всевышнего Аллаха. Это обязанность, которую Аллах Всевышний возложил на нас. Это не просто какая-то традиция. Это не просто то, что человек хочет избавиться от лишнего веса, хочет поправить свое здоровье. Нет. Пост, сиям, ураза — это поклонение. Это повеление Всевышнего Аллаха. Субханаху ва Тааля. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва салям, сказал, «Буни аль исламу аля хамс». Ислам, говорит, основывается на пяти. То есть основы, опоры этой религии основываются вот на этих пяти вещах. Первый, он сказал, «Шахада», то есть слова свидетельств о том, что нету божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха. И то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва салям, посланник Аллаха. Это первый столб. Второй столб, «Ас-саля», «Ихамата-саля», то есть совершение намаза. Третий, «Ита-уз-заката», «Выплата заката» уасаума Рамадан. Четвёртый, он упомянул, сказал, «Пос месяц Рамадан». А потом сказал, «Хач», для тех, у кого есть на то возможность. То есть вот наша религия, ислам, основывается на этих пяти фардах. Мы прекрасно понимаем и прекрасно знаем, что в этой религии, ислам, очень много предписаний. То есть есть и другие фарды. Оказание благочестия родителям, поддержание родственных связей, оказание почтения своему соседу, гостеприимство своему гостю. И так далее, и так далее. То есть у нас обязанностей или фардов, ваджибатов много. Но Аллах, Субханна Хуа Тааля, среди всех этих фардов выделил вот эти вышеупомянутые пять столпов ислама, среди которых пост. Если мы обратим внимание на эти столпы ислама, то увидим, после того, как мы засвидетельствовали, сказали, «Ачхаду аля иллах иллах, у анна Мухаммада Расулуллах». Всё, мы приняли ислам, мы стали мусульманами, мы уверовали. Теперь от нас требуется выполнять то, что Аллах Всевышний нам вменяет в обязанность. То есть здесь мы поклоняемся не потому, что нам так хочется, да? Кто хочет, тот делает, кто не хочет, тот не делает. Нет. Если ты подписался под договором со Всевышним Аллахом и сказал «Ла иллаха иллалах», ты стал обязанным. То по этому договору ты стал обязанным. То есть любой из нас. То есть ты — это мы с вами. То есть мы стали обязанными перед своим Создателем. А все те обязанности, которые Он на нас возложил, они благо для нас и возвращаются благом для нас. Как в этом мире, так и в Ахайрате. Никакого зла там нету, никакого вреда там нету. Так вот, мы после того, как подписались, мы обязуемся перед Всевышним Аллахом совершать намаз, выплачивать закат, поститься в месяц Рамадан. Потому что Аллах Всевышний вменил нам в обязанность. Аллах Всевышний приказал, Пророк, салаллаху алейкум ассалям, приказал своим примером, показал, как это делать. Он сам постился и приказал своим сподвижникам, чтобы они постились. Поэтому мы постимся. Не потому что я в мусульманской семье родился, потому что я застал своих родителей на этой уразе. Нет. Не потому что я хочу поправить свое здоровье, не потому что там хочу сбросить лишний вес и так далее, и так далее. Нет. Я поклоняюсь Аллаху, субханнаху ата-аля. То есть я пощусь и соблюдаю ураза, держу пост в месяц Рамадан, потому что я услышал этот приказ, я услышал это повеление от своего Господа, от Всевышнего Аллаха, поэтому я подчиняюсь и повинуюсь. Потому что положение верующего человека, когда он слышит повеление своего Создателя, он говорит, «сами'на ва ата'на». Мы слушаемся и подчиняемся. Во-вторых, мы должны понимать, что когда мы постимся, мы следуем за нашим пророком, Мухаммадом, саллаллаху алейкум ассалям. То есть второе, после того, как мы осознали, что это приказ Всевышнего Аллаха, второе, мы должны осознавать и понимать, что это следование за нашим любимым пророком Мухаммадом, саллаллаху алейкум ассалям. Всевышний Аллах, вот в предыдущем аяте сказал, Аллах предписал вам пост, так же, как он был предписан тем, которые были до вас. Вот смотрите, если внимательно проанализировать этот аят, поразмышлять, представьте себе, были до нас общины, общины Мухса, общины Айисы, и другие общины. Вот им пост был предписан, им под пост был предписан, то есть они постились. Если сейчас они постятся, то они зарабатывают награды, получают довольствие Всевышнего Аллаха, зарабатывают себе рай. Представьте себе, Аллах наделил их этой возможностью, дал им эту милость, одарил им этим постом этой возможностью зарабатывать, а нас если бы лишил, представьте себе, да, мы бы были лишёнными, но Аллах Всевышний говорит, вам предписал так же, как им было предписано. То есть, если предыдущие общины, у них получалось заработать награды перед Всевышним Аллахом, заслужить довольствие и рая Аллаха, у вас есть такая же возможность. Аль-хамду лилля, это разве не милость Аллаха? Да? То есть Аллах Всевышний нам так же дал шанс, возможность зарабатывать, так же, как и зарабатывали предыдущие народы, предыдущие общины. А более того, Аллах, Субханна Хуа Тааля, по своей милости, Субханна Аллах, по своей милости даёт нам возможность, делая малые дела, зарабатывать большие дела. Вот в месяц Рамадан у нас есть какая ночь? Лайля Тал-Кадр. Лайля Тал-Кадр. Ночь предопределения, ночь могущества. Что мы знаем об этой ночи? То, что он лучше, чем тысяча месяцев. Лучше. Не приравнивается к тысяче месяцев, а лучше, чем тысяча месяцев. То есть, не сама ночь, то есть, если ты в эту ночь просто спал, для тебя лучше стало, чем в тысяче месяцев. Нет. Имеется в виду, поклонение, которое ты совершал, благодеяние, которое ты совершал в эту ночь, а в первую очередь, это кияму лейль, это ночное стояние, это дуа, это чтение Кур'ана. Если ты их совершал, то вот эти совершенные дела в эту ночь лучше, чем дела, совершенные в течение, или лучше, чем совершенные в течение тысячи месяцев. То есть мы знаем, что предыдущие общины, они жили дольше, чем мы. Возраст общины Мухаммада, как пришло в достоверном хадисе, между 60 и 70. Ну, условно возьмем 65, средняя цифра. Вот 65 лет — это средний возраст нашей общины. По сравнению с тем, что было до этого, это мало. Но Аллах эту общину сделал лучше. Мы стали самой лучшей общиной, которая была выведена для людей. То есть мы лучшие. И самая многочисленная община будет община Мухаммада. Именно эта община, которая будет удостоена первыми войти в рай. То есть это лучшая община. Хотя мы меньше живем, но живя меньше, у нас больше шансов заработать награды по милости Всевышнего Аллаха. Здесь только единственное остается, понимаем ли мы это или нет, осознаем мы это или нет. Мы проживаем свои дни. Каждый день за днем мы проживаем, живем, живем. Проходит день за днем. Вроде бы только что проводили Рамадан, уже наступает следующий Рамадан. И так жизнь заканчивается. То есть действительно времени мало, но мы, к сожалению, вот этого не осознаем и попусту теряем свое время. Даже в Рамадане, даже вот в такие времена, когда Аллах Всевышний нам предоставляет шансы, возможности заработать максимальные награды, мы упускаем эти возможности. Просто в качестве примера, в качестве примера только хочу привести понимание праведных предшественников. То есть как они этот вопрос понимали, как они действительно осознавали, передается от Абу Ханифа, рахима Аллах, то, что много ночей он совершал фаджр намаз, утренний намаз, с омовением от ночного намаза. Речь о чем идет? То есть он фаджр читает с тем же омовением, которое он совершил для ночной молитвы. То есть он, совершив ночную молитву, до фаджра не спал. Потому что если бы он уснул, то он нарушился. Правильно? Передается, что он в двух ракатах прочитывал, или в течение ночи прочитывал Куран полностью. В течение всей ночи, за время Кияма-Лейль, прочитывал весь Куран полностью. Весь Куран. Тот Куран, который мы, некоторые из нас, в течение месяца читаем. Кто-то, например, в месяц два раза успевает прочитать, три раза прочитать. А Абу Ханифа, рахима Аллах, от него достоверно передается, что он за ночь прочитывал. А от имама Шафии, рахима Аллах, передается, что он в Рамадане прочитывал Куран 60 раз. Полностью весь Куран. Сейчас нам, может быть, кажется, что это невозможно, это невероятно. Почему нам так кажется? Потому что мы этого не знаем. Потому что мы это не делаем. Мы не сидим за Кураном, поэтому для нас это невозможно. А эти люди, они жили с Кураном. Поэтому для них это возможно. И те современные ученые, которые приводят подобные примеры, они клянутся Аллаху и говорят, «О Аллахи, сегодня мы знаем таких же людей, которые также и по 60 раз в течение Рамадана прочитывают Куран, и за ночь Куран прочитывают. Мы, говорят, таких людей знаем». То есть это возможно. Все зависит от человека. Тауфик от Аллаха, естественно, это основа снов. Но если человек палец об палец не ударяет, если он в Рамадане лежит на диване, смотрит там какие-то фильмы, еще что-то, то есть теряет свое драгоценное время, то, естественно, у него ничего не получится. А все, что он делал бы, он делал для кого? Для кого-то другого, что ли? То есть он сейчас зарабатывает для кого? Для самого же себя же. Вот эти люди осознавали, а мы, к сожалению, до сих пор не осознаем. И просим Аллаха, чтобы Аллах Всевышний дал нам то осознание, которое было у праведных предшественников. Третий момент, который мы должны осознавать во время совершения любого поклонения, в том числе поста в месяц Рамадан, мы должны осознавать или понимать и должны узнать для этого те награды, которые уготованы для тех, которые постятся. То есть почему мы постимся? Потому что Аллах Всевышний приказал. Почему мы постимся? Потому что Пророк, саллаллаху алейху ассалям, повелел поститься, и он постился, и он для нас пример. И мы следуем за ним в этом. Третье. Мы постимся, потому что мы узнали о тех наградах, которые Всевышний Аллах нам обещает. Поэтому мы должны узнать об этих наградах. Это нас будет мотивировать, стимулировать нас к тому, чтобы мы действительно не упускали эти драгоценные дни. Перед тем, как, возможно, во время хутбы придется перечислить вот эти некоторые из этих достоинств. Это напоминание. Многие из вас эти достоинства знаете, но это как напоминание. Перед этим хотел еще упомянуть такую важную вещь. Вопрос такой. В конце Рамадана, представьте себе, сегодня последний день Рамадана. Все уже знаем, завтра мы прощаемся, завтра уже ураза байрам. Какие в душе ощущения, чувства? Где-то сожаления, где-то печали, неохота расставаться, уже привыкли. Было душевно. Каждый день на таравих ходили, вместе на ифтарах были. То есть, как будто бы неохота прощаться. Есть такое чувство или нет? Я думаю, что у верующего человека должно быть такое чувство. Если он действительно ради Аллаха, искренне, правдиво держит и постится месяц Рамадан и участвует на этих таравихах, искренне ради Аллаха, он плакать будет. Прощаясь с Рамаданом, будет плакать. В душе будет печаль. Он будет думать, Субхан Аллах, уже что ли? Уже уходит этот гость. Мы только с ним сели, только начали знакомиться с ним. Он уже уходит. То есть, будет печаль. Вот смотрите, еще Рамадан не наступил. Рамадан еще не наступил. Если у нас это чувство вот сейчас уже будет, то есть перед началом Рамадана и в первый день Рамадана, как вы думаете, как мы будем вести себя в этот Рамадан? То есть, обычно, когда сожалеют в конце, они думают, вот если бы еще несколько дней, вот я еще столько бы Корана прочитал, я бы еще вот столько бы благих дел сделал. То есть, сожаление. Вот пока у нас даже еще не начался. То есть, вот сейчас уже нужно планировать все эти максимальные, так скажем, количество благодеяний, которые лучше их сделать, чем куда-то пойти там, ну, заняться чем-то другим. И не дай Аллах вообще греховным. То есть, у нас вот сегодня еще мы не опоздали. У нас еще есть возможность. То есть, вот эту мысль держать в голове. Каждый день, начиная с первого дня Рамадана, представлять, что это уже последний день. Да? То есть, когда вот здесь было написано, представьте себе, что это последняя молитва. Если бы действительно человек, действительно представил бы себе это. Представьте себе, вам говорят, что все, ты вот до следующей молитвы не доживешь. Это вот эта молитва твоя последняя. Ты об этом сто процентов знаешь, что ты умрешь после этой молитвы. Какова будет эта молитва? Любого из нас, если спроси. Поэтому, поэтому, вот этот момент мы не должны забывать, потому что это хакикан. Это истина, это реальность. Кто нам сказал, что ты еще 10 Рамаданов проживешь? Кто нам сказал, что ты еще 100 Рамаданов проживешь? Никто этого не говорил. Поэтому каждый день у нас должен быть действительно как будто он последний. Для того, чтобы качество нашего поклонения вот в эти дни было действительно на высшем уровне. Чтобы потом, вот действительно в конце месяца не сидеть и не кусать локти. И не сожалеть. О, если бы, если бы. Вот сейчас, аль-хамдуля, вот это, о, если бы уже что, не работает. То есть вот сейчас это реальность. Вот, пожалуйста, воскресенье, иншаллах, да? Первый таравэх, понедельник, первого раза. Все, первый день. С первого дня настрой должен быть вот такой. Ну, как у нас говорят, боевой настрой. Да? Чтобы потом не сожалеть. И просим Аллаха, субханаху ва-та-аля, чтобы Всевышний Аллах всем нам даровал возможность увидеть месяц Рамадан, даровал нам тоуфик, содействие для того, чтобы мы самым наилучшим, достойным образом провели этот месяц. Да и Аллах, чтобы Аллах Всевышний позволил нам всем и нашим родителям, нашим родственникам удостоиться всех тех наград, которые Аллах, субханаху ва-та-аля, нам обещает в этот месяц Рамадан. Хада ва Аллаху алим ассалаллаху ассалим аля набина Мухаммад аля алихи ассабихи аджмайин.